Новый аварийный скандал, связанным с задержанным за взятки руководством Нижегородского батальона Дорожно-патрульной службы. В конце марта командир батальона Андрей Беспалов и его заместитель были задержаны за крышевание некоего предпринимателя, занимающегося транспортными перевозками. По данным следствия, пять лет они получали взятки за то, что ДПС закрывало глаза на нарушение водителей этого предпринимателя. После нашего сюжета об этом задержании к нам в редакцию обратился водитель, который считает себя пострадавшим именно от этой коррупционной схемы. Он дальнобойщик, в его фуру сзади влетел на полной скорости эвакуатор, а виновным сделали этого дальнобойщика. Вот камера видеонаблюдения. Авария, в принципе, произошла на вот этом участке дороги. Водитель фуры осуществлял перестроение с правой полосы в левую перед ЖД путями. И в этот момент водитель эвакуатора на полной скорости, как он прописывает сам, 60 км в час, въезжает к нему с задней стороны в прицеп. Я ехал в полосу, уже встал в полосу и почувствовал удар, а он меня сзади уже стащил. Меня с грузом полностью вытолкал меня за переезд. Представляете, какая скорость у него была? Даже тормозного пути у него не было. Он как шел прямо, так и шел прямо. В момент аварии гаишники находились уже там. То есть у них они занимали там пост и осуществляли какие-то проверки документов, что-то подобное. На ЖД переезде он оснащен камерами. То есть сразу после аварии они смотрели эти камеры и по камерам они поняли о том, что мой клиент не виноват ни в чем. То есть они выписали ему протокол за 500 рублей штрафа за разметку 1-1, то что он пересек попутное направление. И отпустили домой. Сказали, ты больше ни в чем не виноват, это же въехали в тебя. Поэтому иди подавайся смело в страховую компанию, забирай выплаты и ремонтируй свою машину. Потерпевшего тогда увезли на скорую в больницу для оказания ему помощи. Ему были выписаны 4 протокола потерпевшему. Протоколы были по отсутствию тахографа, протоколы были за несоблюдение дистанции, потом которых в базе никто не видел и никто не знает где они. То есть они исчезли, бесследно пропали. Индивидуальный предприниматель предлагал моему доверителю решить вопрос мирным путем. Таким образом, что давай мы скинемся за ущерб машинам 50 на 50, потому что я знаю, что мой водитель ехал в тот момент, и я знаю, что он уснул, он мне сам об этом говорил. Давил максимально на жалость доверителю, для того чтобы они решили вопрос как-то вот мимо кассы, грубо говоря, мимо судов и мимо следствия. Я пришел на суд, мне говорят, а ты виновен стал. Я говорю, не понял, как я виновен. Ты типа не уступил ему дорогу, ты его типа подрезал. Почему я стал виноватым буквально через месяц? Не сразу, не там, не через день, не через два. Без меня все решили, когда я не знал ничего. Почему все сделали без меня? Допустил, значит, нарушение, правонарушение в части разметки 1.1. Соответственно, это является причинно-следственной связью, так как он не уступил дорогу заднего идущего транспортного средства, которое пользовалось, значит, приоритетом. Протокол составлял инспектор ГИБДДС в Удумурской, с областного батальона. Для моего доверителя закончилось тем, что ему выписали по административному правонарушению штраф в 5 тысяч рублей, признали его виновным, и, соответственно, на него как на виновного подали гражданский иск на взыскание ущерба по повреждению самого эвакуатора и по повреждению груза, который эвакуатор перевозил. Какая сумма? В сумме порядка более 3 миллионов рублей. Потом мной уже были поданы неоднократное количество, там, многочисленные жалобы. В ГИБДД были поданы жалобы, были поданы жалобы в прокуратуру, соответственно, которые спускают все до ниже стоящей инстанции. Опять-таки, до самого этого ГИБДД. И под всеми моими жалобами, под всеми ответами подписывается командир областного ДПС ГИБДД Беспалов. Информирую, что по вашим ранее аналогичным обращениям и целый список моих обращений проведены проверки, и по результатам которых в действиях сотрудников госавтоинспекции нарушений не установлено. Явно, что тут не так с протоколами, и мы смеем полагать, что была подмена виновника. Я считаю, что работодатель, водитель эвакуатора как-то каким-то образом замешан с сотрудниками ГИБДД Нижегородской области. И мы думаем, что это есть коррупционная составляющая в этом. Буквально неделю назад был задержан Беспалов со своим замом. Фамилию, к сожалению, не помню. Как раз таки за то, что он брал взятки на протяжении большого количества времени с 2018 года. И наша как раз таки авария произошла в 2020 году. И также она произошла с участием ИП и транспортной компании. Поэтому мы думаем о том, что он тоже причастен к этой же самой системе. Руководитель компании, которая принадлежит влетевшей в фуру эвакуатор, заявляет, что его водитель ни в чем не виноват. Конечно, виноват водитель фуры, который выскочил по переезде и начал пересекать на сам переезд, перестраиваться. Если вас посадить сейчас в машину и дать вам 150 метров на скорости 60 километров, взять перед вами, остановить фуру и ехать в груженой машине, он в любом случае в него влепился. В любом случае у меня были разговоры, я ему просто сообщил, что если не хочешь, чтобы платить за регресс, за мою страховку, то можно по соглашению сторон разобраться с этим. Ну, он говорит, я не виновен, буду добиваться правды. Я говорю, вперед из песни. Вы говорите, если ваш водитель не виноват, то по какому соглашению сторон можно было достигнуть компромисса? Вы сейчас задаете те вопросы каверзные, чтобы я вам ответил. Шли бы вы все к черту вместе с этим водителем. Понятно? Кстати, после задержания командира полка ДПС, обвиненный в ДТП дальнобойщик, намерен обращаться в Следственный комитет и прокуратуру повторно с требованием провести проверку его дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова